приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала с вами вампир и сегодня у нас на повестке дня очередной хоррор под названием layers of fear в переводе на русский переводится это как слои страха в общем усаживайтесь поудобнее надевайте наушники я надеюсь вы смотрите это ночью про эту игру кстати я весьма много положительных отзывов наслышал поэтому я думаю мы и ляшечки то обосрём в этой игре наконец-таки я жду уже этого чтоб про меня подбосрался и захотел закрыть игру давненько такого не было каким-то себя ощущаешь сюжет одиноким безнадежно вероятно ты это заслужил но даже у тебя еще есть шанс шанс вернуть все как было единственное чего ты когда-либо желал заверши картин какую картину ты о чем мы уже играть можем вы представляете и так весьма кстати приятная графика какую картину завершить ой какие маленькие крохотные ботиночки у нас видимо есть ой да и даже смотреть можно представляется но эти ботиночки вроде как не мальчику явно у нас дочка маленькая есть как я понимаю да что это такое ой честное трудно сказать много мыслей хотел сказать для собаки на мордник но я не думаю честно не догадываюсь даже что это такое и для чего это нужно все что вот это я могу открыть вот этот ящик на подарок похоже кстати книженцы вот эту по-любому можно открыть разве нет да ладно ты шутишь почему такие картины немножечко неадекватные орел куда-то тащит младенца я понимаю да так на эту дверь открыть не могу и трусы или что-то такое не пойму а что с ней она пьяна или не знаю что с женщиной почему она лежит а как тут а вот тут прополз то ли крыса то ли мышь вообще очень игра конечно не нравится послушайте музыку вот это все это вот спокойствие амнезию напоминает кстати будет прочитать триумф художники открытие галереи изумляет критиков обе его одни зовут его новым карваджо другие сравнивают с ван эйком один восторженный критик пожелавший остаться неизвестным зашел так далеко что он вызвал в дух великого леонардо как было там не было выставка имела огромный успех особый стиль получил высокую оценку за уникальное сочетание влияния в общем как я понял ничего просто интересно это не хочу дочитывать даже закрыть можно да ладно как я понял мы играем за художника который как раз должен закончить какую-то картину один из них скорее всего наш главный герой а второй не знаю кто там но он нам вручает премию за красивые картины чё тут написано сэр я не заходил в мастерскую как вы просили хотя представляю какой там беспорядок к тому же раз вы так сильно переживаете за эту комнату не стоит разбрасывать ключи по всему дому я отнесла их к вам в кабинет хорошего дня хорошо то есть эта дверь закрыта требуется ключ а ключ находится у нас кабинете скорее всего кабинет вон там щука письмецо уважаем господин просим вас прекратить одолевать наших специалистов по борьбе с вредителями а также не отправлять нам больше своих бессмысленных писем да будет вам известно что моя мать порядочная женщина и не потерпит подобных обвинений все наши сотрудники побывавшие в нашем доме констатировали что не слышали никакого шуршания и не обнаружили заражение единственное что вам требуется профилактическая обработка прошу вас примите к сведению что это письмо последнее предупреждение в противном случае следующие получено письмо будет от наших адвокатов то есть наш главный герой похоже их достал мол у меня тут крысы но сделайте с этим что-нибудь они ему говорят ты уже достал мы тебе все дали необходимые ты это сделаю уже что-либо кто-то едет а есть у тебя фонарик вот это что-то чисто что-ли отвертки у тебя нет случайно в кармане они не работают но разбитые и похоже звук исходит от них как раз хотя могу ошибаться ты свечку поставил дверь открыта она подождет венцо кисточки он художник вещи медали какие-то ты чего и волшебный скажи честно но ничего взять нельзя вот что странно вещи оба что-то есть прости за вчерашнее ты была права я переборщил просто дело тут не во мне дело в ней я стараюсь сделать все в ее интересах наверное всегда считал что в несовершенном мире есть смысл стремиться к совершенству ну вот теперь я говорю как мой отец я буду работать над своим характером обещаю говорим потом я тебя люблю роз ой запиш кому адресовано мне не мне хрен поймешь пока что ничего не думаю игра потихоньку нас будут ознакомливать хочет лампу взять кстати всем хорошую лампу а это ванна что-то плохая идея идти в ванну обычно в ванне в туалете хрень происходит браслет на котором что-то кстати написано они это не браслет прошу прощения это на шею собаки вроде не могу ошибаться будет смешно если это не для собаки так значит что мы имеем одну закрытую дверь причем на дверях все краской обмалевали кошмар наверх можно туда в ванну а тут что кровь я туда не пойду вот не пойду и все вроде как это кухня это кухня и там кровь письмецом но я не могу прочитать его к сожалению а я еще заметил вот дверь ну что вот он кабинет у подвал то не пойду вообще это сам больная идея ну ладно тихо бери с наушничек 2 дети чтобы были менее я слышу с одним я сижу тут свет есть не как в обскуре то что тут вода что-то прям сверкает кафель да вроде как воду разлили а это вода льется звуки кто-то забыл выключить краски один с чистой руки так что же это компания протезы ахиллеса из голи как можно было шевец кому протесту был нужен более странно это о духе не хочется попрыгать явно думается не твои духи тех кто узнает какие у тебя наклонности можно смыть что не смывает типа не работает вообще что у нас отрава как раз вот ты же ее искал танки нужно бинты почему не в короле может быть в краске но это маловероятно здесь больше ничего не пропустил ваня искупаться не хочешь можно выйти без изменений вроде да ничего тут не изменилось все на месте а значит попробуем вот сюда кладовка ох япону мать а че тут все в одном месте у тебя эти маши ловки то ты считаешь что здесь гнездо у них но инвентаря вроде как здесь нет то есть он предмет не может брать спички нужны кстати маленькие вини и партнеры проблемы с крысами позвоните нам и распрощайтесь с ними быстро эффективно недорого ты их уже достал по тому письму сказано просто замучил я не хочу просто перед этим не кажется палец сейчас при чем будет орать на весь дом орать не надо в подвал честно говоря я не хочу идти кабинет явно не на первом этаже идем на втором ячет убираешь 5 младенцы что мужик с лицом ребенка скорее всего все эти картины нарисовал наш главный герой а это весьма интересно что тот человек рисует о том он скажем так в душе думает душе у нее чем музыка тут угорает за окном ничего не видно вообще просто темнота цветок растет или что это происходит кто упал я прям вздрогнул вроде как спокойно все и тут что-то упало а чё упал на пианино не хочется играть где битховен я хочу битховен ты не дури это не значит что я тебя позвал ты должен был пианино прикрыть тут ноты но это толку мало красивая собака причем почему одна огромная другая маленькая мать не грусти все будет нормально как звуки были отсюда уровня так работал всю ночь не будить кто работал всю ночь а это кабинет скорее всего че такое закрыто три будет ключ там кстати почему-то то ли это кровь а вот это что это растет я вообще не понимаю в кабинет вообще нам по-любому надо идти в последнюю очень проверить сначала сюда наверно потому что вот в его кабинет вообще свет какой-то нехороший давай ладно сюда пойдем хрен с тобой черт заработал сама по себе это нифига не радует так можно почитать о новое лицо музыки ну кто хочет прочитает мне что-то вот это неинтересно где вырезки из газет более ничего не интересного я думаю мне не скажут тоже зеркало-то разбила еще одна вырезка шкатулка но ее открыть нельзя расческа перстень зеркальце думаю что стрел кабинет это комната скорее всего его жены где все кстати вот сам главный вопрос прости не смог заснуть нога снова я тебя люблю явно с ногой короче проблема вот из-за этого там был написан про протезы у кого проблемы с ногами не разве ну явно не у нашего на главного героя раз уходит нормально все многие не ноют вроде не жалуются скорее всего у его жены проблема чужина алкашка что и было еще так много был бухашки то я не пойму гардероб дурной что здесь открой ботинки одежда ничего смотреть нельзя к сожалению хорошо уходим так куда бы нам пойти я предлагаю пойти в детскую детской вон мячик выкатился бывает ну что сразу пугаться что доченька красиво конечно комнату у девочки розовая красиво домик у нее адрес к игрушке просто поглядеть сколько кукол у нее кошмар и веселые куклы и угрюмые вот есть клёво михаил потапчик очень нужно открыть подожди фрукты чё там пройти не может здесь лошадки не подожди рисунок потом посмотрим уху кубиков кошмар вы поглядите так скорее всего батя наша принцесса скажем так и маму что она почему-то выглядит какой-то недовольный злой ёж всю замулевали причем не того что сверкучим вы солдатик где все самый главный вопрос где все о погремушке прикольно прям малышка заорал погремушку на и греми и греми давай дури я же говорю собака но человек то рядом не видно видно только руку неадекватная картина явно опа а это комната закрыта и требует ключ хорошо остается у нас кабинет на втором этаже куда мы можем зайти нишина абекватная картина все это можно включить опять бутылку повсюду бутылки короче кто-то бухает в доме ну кто пока что нам непонятно ключ это как раз тот ключ про который говорили прости я все за тебя улажу сегодня будем только ты и я давай сделаем этот день особенным ты обещал говорит хороший понял вот приближать можно представляете направо кнопку мыши я не знал прикольный рисунок прикольный волк приблизился а вот это не прикольно просто съел как это объяснить съел а потом траванулся что ли а как она выжила опять съел чего я вообще ничего не понял из этого рисунка вот просто взрыв в голове может быть я настолько тупой конечно но я не понял письмецом мой дорогой друг позволь задать тебе всего один вопрос ты окончательно тронулся с умом я знаю у тебя сейчас нелегкие времена собственно именно поэтому я и попросил тебя нарисовать эту иллюстрации а эти иллюстрации по старой памяти так сказать само задание задание было таким простым я то считал что уж красную шапочку ты сможешь нарисовать даже во сне я и подумать не мог что детская сказка в твоем исполнении превратится в безумный кошмар и не собираюсь это публиковать и уже жалею что мы заранее договорились об оплате возьми себе наконец а возьми себе в руки твой старым приятелем ну короче сказали нарисуй красную шапочку он и какую-то фигню нарисовал значит ты тронулся с умом да аж бы он бутылку разбил что я говорю тронулся умом тут больше ничего и нету ключ да и все а тут свет то есть есть в потемках хожу это что книга вроде какая-то все прям открыть можно посмотреть ну реально амнезия а нижнюю не понятно вроде ни с чем взаимодействовать я не могу и чё ты закрываешь ну ладно хотя бы здесь ну да здесь ничего полезного к миге да стаканы больше ничего лестница кстати упала либо ее свалили ключ скорее всего в любом от той двери поэтому пойдем вниз ну-ка подожди он хромает ну да то есть у него все таки протез что ли или мне кажется что хромает блин мне кажется подождите подождите а чё у нас осталось кухня а в подвал сходим а хочу так свет изменился ну как вот хороший щи иде идеально Мыши, все нормально, не паникуем Все хорошо Венчишка, картинка разбитая А вот тут Хотел сказать, что он может рисует Да мыши, мыши, все нормально Что странно, почему Тут очень много кукол Поломанных Еще так смотрят Еле-еле О, а можешь вот эту свечку взять? Потому что тут в некоторых местах темно прям вообще до боли Так что это такое Табель успеваемости, 4, 3, 2, 1, 3 Искусство, музыка Он, короче, был Прям вообще хорошист Чуть ли не отличник В остальном он вообще ни о чем Но общий балл у него 2, 2, 3 Все плохо, дружище Что-то у тебя все плохо Или у кого-то, я не знаю, кого это Так, ладно А это что за дверь? А, хрен там Ключ требует Все, тогда нам остается идти В ту дверь Которую мы открыли Ну, это Я даже не знаю На кухню стоит или стоит Да давайте пока не пойдем на кухню Там кровь Я туда не хочу идти Вот где он работал Идите-то налево Вот В смысле Алло Кто закрыл дверь? Жесть Чуть за черт сидит Тихо, дури Краски Только Так и хочется Прям на Когда на картины смотришь Спеть песню Рюмка, вот Ладно, хорош Череп Что-то мне кажется Сейчас-то и все и начнется У нас опять медали какие-то Бумага Один пред Который я уже в принципе видел А вот это не Вот это не Мне Остачертело Общаться через записки Мы живем в одном доме В конце-то концов Как закончишь Приди и поговори со мной До того, как лежишь спать В общем Как я понял По вот как раз вот этой записке Наш Главный герой Здесь работал Днями и ночами Я не знаю Как это переводится Числовая А вот Только что было написано В этот раз Сделать все как надо А, что там переделать Короче Наш Главный герой Здесь работал Днями и ночами Не видел свою семью И ему под дверь Жена кидала Записки Как я понимаю Оооо Вот ты алкаш был Отвечаю Ты возможно Даже нихрена Нет Ты по-любому Рисовал Ну Ерунду На пьяную голову Блин Это как так-то Почему они у тебя Закрыты Что у тебя там Спрятано Где ключ Мужик признавайся И вон Мать Сколько у тебя Кисточек и красок Обалдеть А вот тут Кстати Скорее всего Кто-то сидел Позировал Жесть Просто все Краской облили Так Ладно Похоже Вот это письмо Надо прочитать Выдвините Потерянным Ты это Заслужил Закончи ее А че тут Закончить А че рисовать Бри кисть Я не знаю Что ты должен Рисовать Короче Меня не выпустят Отсюда До тех пор Пока я не нарисую Что-то Где мне взять Кисть На самом деле Повсюду Кисти с красками они точно не выпустить у меня выпустить ничего не знаю что хочу все так потускнела и тут вроде не было двери что происходит в смысле вы чё окно закрыли там что-то было написано и не успел прочитать ведь неадекватная картина жестокие очень жестокие а чё делать-то окно можешь открыть ага то есть тут все меняется надо ходить смотри что происходит у ее первые ты театр ходишь по кругу может быть кровь а может быть вино разлитое уважаемые господа мы вынуждены мягко но все же строго попросить вас не общаться ночью на повышенных тонах ваш проблемы в браке хоть и заслуживают сожаления но все же являются вашим личным делом и должны таковым и остаться они никоим образом не касаются нас а тем более наших детей пожалуйста имейте ввиду что не каждый работает свободным художником некоторым чтобы зарабатывать на жизнь надо рано вставать на работу нам всем нужен сон также предупреждаем если вы продолжите в том же духе что и сейчас мы будем вынуждены вызвать полицию с уважением ваши очень уставшие соседи короче он своей женой ссорился чего не да он может где-то ты кстати в очках цвет есть сидел вообще без света в смысле чудо звук откуда мне код узнать о такой унылый где спички касаться бы тихо 854 спасибо большое тут такие интересные напоминает этого испанью драйв как его звали не помню 854 ладно буду вспоминать уже хрен с ним 8 тихо 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 5 4 чё там приглядись одна только мысль что на самом прекрасном произведении искусства нет моей фамилии убивает меня так ты выйдешь за меня предложение оба дверь появилась никогда не забывай а чё стул-то качается я призраков это не вызывал ты прокралась в мою мастерскую опять последний раз говорю тебе нельзя заходить в эту комнату даже если дверь открыта я это запретил это твое последнее предупреждение в следующий раз тебе придется искать новую работу кому служанка что ли тут была еще у вас в доме тихо не скрипи оба качаться перестал отчет финны короче я предлагаю вот тут закончить на этом серию игра в принципе атмосферная но пока что прям не до усрачки надеюсь вам понравилась эта серия ждите продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии всем удачи всем пока спасибо